Дарлинг, хеллоу! I am fine, thank you! I get your video! Я получила твое видео, спасибо! Он в Пангалоре, в нашем любимом отеле, где мы останавливаемся около остановки. No, I can't see you! Давай, ага, now I see you! Ага, я могу видеть. В той же комнате, где мы всегда останавливались, там, возле остановки. Very good! Папа, happy? Happy, happy, happy to be outside Put-a-Party! Счастлив быть снаружи впервые! Long time, darling, you not travel from February, I think. С февраля, наверное. С 12-го марта не путешествовал, вернулся 12-го марта назад. И всё! Make video-interview with him, ok? Yeah, yeah. Он, наверное, завтра встретится с Питером. Yeah, yeah. Отлично, отлично! I hope to see you! I love you! I love you! Ok, enjoy, enjoy! Go to shopping Montry Mall! Montry Mall and other... Maybe market, ok? I love you! Привет, дорогие друзья! Сегодня 21-е июня. Уникальный день. Солнечное затмение будет. Будет. Сейчас ещё, наверное, 7 утра. Я даже не знаю, сколько времени сейчас. Взяла специальные очки. Думала, 7,58. Думала, сквозь очки буду снимать с Серёжкиного балкона. А пока кофе, пара блинчиков. Вчера у меня на завтрак были блины. Я делаю обычно чуть-чуть и оставляю в холодильнике. Так удобно. Потом не надо ничего делать. Вот. И Саши мне написал из Бангалора. Он сегодня поедет в Путапартино. Написал, я остался дома because eclipse. По-моему, так у них, вернее, называется солнечное затмение. Эклипс. Вот. Нет, сделаю побольше блинов. У меня будет начинка. Вот тоже вчера сделала с творогом. А эту сметану мне привезли с Пскова. Такая густая, как масло. Так, я вот так вот делаю. На тёмную сторону кладу начиночку. А потом заворачиваю и светлую сторону ещё немножечко поджарю. Вот так. Кофе. Так, ну вот такой вот у меня будет плотненький завтрак. Съем, не съем, не знаю. Думаю, съем. У меня сегодня выезд в город. Мне нужно поплотнее позавтракать. Давайте сходим, посмотрим с Серёжкиного балкона, что там с солнцем. Что пишет, кстати? Так. Что пишет Google? Google пишет, что затмение в максимальной фазе можно будет увидеть в 9.40. город Москвы на территории Африки, Азии, Китая в акватории Тихого океана. При подходящих условиях местные жители в течение 38 секунд могут наблюдать в небе огненное кольцо. А я вот надеялась, что и мы сможем наблюдать. Давайте посмотрим. У нас с сыном две абсолютно одинаковые по метражу комнаты в разные стороны расходятся. У меня на запад, у него на восток. И, о, мамочка, я не могу на это смотреть. Вот. И у обоих балконы. И вот сейчас с его балкона мы пока заглянем на солнышко, но через очки. Может быть, даже двое очков принести. Глазами я не могу смотреть, иначе у меня там точка остается. Такая точка, знаете, ослепляющая. Так, сейчас я пока сеточку уберу временно и попробую вот так еще раз посмотреть. Без сеточки. Видно, не видно? Все, закрываем. Похоже, зря я суетилась. Здесь написано, увы, в Москве, Санкт-Петербурге, Новгороде, Мурманске, Архангельске, Пскове, Калининграде и на Камчатке солнечного затмения практически видно не будет. Все, расслабляйся. И вот почему оно происходит. Вот так вот. Луна перекрывает солнышко. What time you will go to the put-a-partsia? А, tomorrow. А, tomorrow. Хорошо. До трех часов он будет сидеть в отеле, потому что там затмение, так же, как и у нас. Дарлинг, last year you told me about eclipse, even Indian people even don't watch to do sun. Yeah, we don't like to watch. It is not very good to watch. Он мне в прошлом году рассказывал насчет этих солнечных затмений. Даже смотреть нельзя сторону солнца по индийским традициям и непальским тоже. Он говорит, это затмение особенное, даже лучше вообще не кушать в это время. Паститься. No sleep? И даже не спать в это время. Для беременных женщин, у кого детки в животе, даже нельзя выходить из комнаты вообще. Солнечные затмения по индийским традициям. Поверь им. That's why I changed my plan. I don't want to win the bus. You know? Поэтому, darling, you still... Поэтому он поменял свои планы и не хочет быть в автобусе во время затмения. And darling, you still not send me your video from yesterday. I will try to go today. I will try to go. And I will tell them I am 54. Don't worry. I will go. Until 60 they are not allowed? No, up to 65. А, в общем, он хотел пойти в большой торговый центр Mantri Mall. И они сказали, что после 65 они не разрешают заходить в торговые центры. Представляете? Вот, вроде сняты запрещения, но вот пожилым нельзя. И он говорит, я скажу, что мне 64 и пойду. They not check passport? No. Not check passport. Only you tell true. I will tell them I will not bring with me. Because I don't know, we need passport. Он говорит, я не знаю, я скажу, что я с собой не взял. И скажу, что... Давай, давай, Mantri Mall. It's very good. Это прямо... Даже Питер наш один по шутингам пришел вчера вечером. И они пошли в ресторан, а в 6 часов пошли, а в 7 уже закрылся ресторан. And when I told him that they don't love because I'm 70, he said, you don't look like 70-year-old. Why you say you are 70? No. 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 You make a video with Peter. Did you make a video with Peter? Did you make a video with Peter? Did you make a video with Peter? Peter? So late he came, and he brought one Indian friend where he stayed with him. Mm-hmm. And he said, you are the actor, you are the actor. And he was in the places. And then he tells us, I am famous in South India, but I have no money. Yeah. How many movies he gets? It was very nice. It was very nice. I'm waiting for the actor. He said, yes, yes. And he told the name of the movie. One movie he wants like a Batman. Like Batman, you know? Mm-hmm. Peter is very famous now in South India. He said, yes, I became famous actor, but I have no money. Yeah. How many movies he gets shooting? No, he doesn't. Small movies, but Peter wants one movie. In the main role he only took one movie. And in the small movies, I don't know, there were hundreds of movies. But one of his movies was a big role. So even on his own a-fishing, Peter's, can you send me this photo? And in the newspapers, there were photos of Peter. Yes, ask please and send me. Я говорю, ты можешь мне прислать эту фоточку, которая была на афишах? Он говорит, я попрошу Питера, и он пришлет. Yes, baby, answer. Yes. Today, today we have celebration. Day of... ...medicine work. Doctors, nerves... And... Mama, except only this celebration, I call her morning. Very good, very good. And congratulate her. Сегодня 3-е воскресенье июня. Это день медицинского работника, который мама воспринимает единственный. Вот, я уже с утра ее поздравила. Сегодня я смотрела на YouTube, и Наталья говорит о том, что она говорила. И она поставила на руку. Очень хорошо, да. Очень хорошо, да. Он видел сегодня видео о наших украшениях, как Наталья делала рекламу. И говорит, это очень хорошая работа ее. Работа очень хорошая. You... Later... Later... Давай, давай, вешай трубку, вешай трубку. Пу-та-пу-та-пу-та. Стоп-стоп, телефон. Стоп-телефон. Давай, ты вешай. Bye-bye. Bye-bye, пока. Bye-bye. Bye-bye. Очень рада. Мы по несколько раз в день с ним созваниваемся. Очень рада. И мне кажется, вот я хочу увидеть видео с Питером. Такой классный парень. Мы с ним ездили на съемки в индийских фильмах. Вот. И он до сих пор снимается. Не знаю. Ну, наверное, это не очень много ему профита приносит, что он говорит, денег вечно нет. Но живет, кстати, Питер. Он из Польши. Он был монахом несколько лет. Потом сказал, что ему это надоело. И уехал в Индию. И стал сниматься... Сейчас скажу. Это в Мумбаи, это Болливуд, да. Рамаджи в Алахабаде, да, или где. А в Бангалоре это, кажется, то ли Толливуд, то ли Колливуд. Колливуд, по-моему. Вот. Там несколько больших кинокомпаний в Индии. Вот. И снимается Питер по большей части в Южной Индии, в Чиная и в Бангалоре. Классный такой. Знает пять языков. Пять. Вот. Я сейчас одно видео потом прикреплю, которое мы вот первый раз ездили с ним на шутинг. А, нет. Я до того ездила, но я еще не была с Сашей знакомой и с Питером. А вот первый раз с Питером мы когда поехали. Вот я прикреплю это видео. Лет семь назад, наверное. Нет. Нет. Пять. Пять с половиной где-то так. Вот мы приехали. Не знаю, как называется хиностопия. Потом я вот сразу спрашиваю, как это называется. Ну, то ли Колливуд, то ли Толливуд. Но это не Волливуд, потому что это Чинай. Вот нас сейчас привезли. Сказали, женщина подготовиться, сделать мейкап, быть во всеоружии. Знаешь, сейчас немножечко пока есть время. Уже темно, поэтому... Ну, вернее, не темно. Вечер. У них темнеет рано. И я на сайте ночи сейчас сниму, если что-то смогу. Потом, может быть, и не получится. Наша группа приехала. Питер. Питер. Это мне. Для... На кого? Для меня. Вот это наш специальный Питер. Это видео. По видео. Это не фото, это видео. Оооо. Ты можешь говорить. Ооо. Он говорит на пяти языках, да? Не побольше. Почти? Я забыл, сколько я знаю. Он говорит на польском, он говорит на русском, на хинди, на тилугу и еще на каких-то языках. На английском, действительно, и еще на каких-то языках. Он был монахом три года больше. Потом сбежал из Москвы. А теперь он двенадцать лет в Индии. Уже хочет брать детское гражданство и работает вот в Акино. Он очень хороший агент. Так что он платит там хорошо. Он платит сейчас, он заплатит две тысячи. А другие агенты платят под тысячи. Заши разговаривают с немецкими агентами. Они платят артурцам посовки под тысячи. Все. Ладно. У меня сегодня встреча. У меня сегодня встреча с Дашей. Будем делать звездой Ютуба кошку Кубу. Так что я поеду сейчас на станцию метро «Академическая». Вначале зайду к нам на рынок. У нас есть люди, которые раньше ездили за кофе. Ну, за разными финскими продуктами. Тут Финляндия совсем рядом. Мы туда часто даже просто покупаться в аквапарке, когда вот сейчас вот у нас отключена горячая вода. А раньше, когда у нас здесь не было в Санкт-Петербурге аквапарков, мы ездили туда просто помыться, покупаться. Потому что очень близко Финляндия. Вот. И многие ездят туда за продуктами. Продукты хорошие, качественные. И кофе вот я обожаю в финске в основном. А сейчас границу-то закрыла. Но у многих остались продавцов запасы вот эти. То, что они привозили и складывали. Я вчера подошла к одной девушке. Она говорит, я тебе оставлю пачку хорошего финского кофе. Сейчас пойду куплю. Но уже не пойду потом домой. Пойду поеду на встречу с Дашенькой с этим кофе. Папоротник. Дорогие друзья, я не помню, сказала или нет я дату. Сегодня 21 июня 2020 года. День летнего солнцестояния. Самый длинный день в году. Вот. А это у нас, смотрите. Мы это называли жасмином. Не знаю, что это. Запах обалденный. В Индии жасмин, по-моему, немножко другой. Вот. Но дома, наверное, оставить не очень хорошо. У меня раньше от него голова болела. Сегодня у меня, кстати, тоже с утра болела голова. Наверное, от этого солнцестояния или от затмения. Маме звонила, спрашивала. Она говорит, нет, у меня не болит ничего. Персидская сирень. Отцветает. Ну, сейчас схожу на рынок. Куплю кофе. И поеду уже в город. На станцию метро Академическая. Это мне по прямой, по красной ветке. А я не помню. Лук-то я вам показала, тоже не показала, да? Вот. Золото-бриллианты. Ганешек. Тибетского стиля серьги. Ну, и тут тоже золото-бриллианты. Бирюза. Вчера долго ходила, но не снимала. Что-то у меня настроение творческое не появилось. Вот сидят вчера, значит, вот на этой скамейке. Или вот на той. Два, ну, очень стареньких дяденьки. Лет за 80. Вот. И немножко податеньких на этой скамейке. Потому что лицом туда они сидели. Меня увидел один совсем старший, который еще старше, которому лет 90. Девушка, а девушка, идите-ка сюда. Ну, знаете, мне так приятно стало, что меня девушкой обозвали. Может, даже последний раз в жизни. Ну, разница у нас с ним лет 30 как минимум. Поэтому вполне возможно, что он во мне видит девушку. Рынок вчера был полный. Я его осматривала. Всех спросила, будете ли вы завтра. Потому что хотелось с сестрой пойти и обувь купить. И еще что-то купить. Ну, и поснимать. Творческое настроение на сегодня я себе назначила. А вот с Дашулькой договорились, что встретимся. Пришлось встречу с сестрой отменять. Очень жалко. Там такая хорошая обувь была. Вообще такой большой рынок сегодня. Вернее, вчера было сегодня. Это уже воскресенье. Такой солнечный день. Блин, никак не уехать. Купила кофе. Мимо прохожу. Мой любимый цвет. Бриджи продают. Вот за 800 рублей. Вчера купила на секунде брюки за 500. Тоже бриджами. Но теперь не поеду же я и с кофе, и с брюками. Придется бегом бежать домой. Если опоздаю немножко, придется извиняться. Вот, друзья. Вот такие вот. Не могла пройти мимо цвета своего любимого. Трикотаж хороший. Говорю, точно 800 он? Да. Тут даже написано. И вот якобс кофе финский. С잖아 ненавирует.